всем привет сегодня будем готовить закрытый пирог с морепродуктами значит что нам для этого потребуется непосредственно сами морепродукты мир продукты такой классический замороженный коктейль я его тут типа размораживаю дальше лук лук никто не отменял морковка у меня вот такие вот маленькие морковки вот ну не знаю понадобится кокну так чуть-чуть потереть дальше сыр я наверное добавлю в конце вино но вообще в идеале белый у меня нет белого я взяла такое розовое дальше тесто и соль перец и базилик базилик я везде кидаю я его очень люблю что-то там хочет ребенок вот в общем то это то что нам понадобится итак какая последовательность действий значит сначала мы не в сковородке будем тушить лук я потом это покажу лук потом туда добавим морепродукты посолим поперчим вот это вот сюда добавим затем туда мы выкинем морковочку и добавим вино потушим это все а потом завернем в наше тесто которым их тому времени уже расправим на противне и будем запекать духовке все довольно просто как это будет выглядеть так сказать пошагово я сейчас покажу и так тушил лук пока тушить лук я себе заседать вот так вот выкладываем мы можем ответить вина вот розовое вино попробуем сейчас замечательное винишко это чилийское мы вообще очень любим чилийский вина я честно говоря именно этого чилийского вина в россии не видела в продаже но здесь их много вино хорошее так что можно будет добавлять итак пока что мы жарим лук так вот я все высыпала посолила поперчила теперь буду теперь буду все перемешивать как видите лука довольно много но как бы мы вообще очень любим лук поэтому если вы его не любите вы можете вообще не добавлять это ваше дело значит я посолила поперчил добавила базилик он у меня еще тут есть пупси пупси тут у меня ребенок еще играет он тоже тоже готовьтесь приучается вот так что тушим затем будем добавлять морковку и лук о господи вино но пока вот так вот уже начинает вкусно пахнуть итак мы вели вино как видите он приобрел такой розоватый цвет наш смесь и добавили сюда морковку вот но и дальше тушим я не знаю я сейчас тушила минуту может семь восемь вот да вот так вот это все сделаем меня не смущает вот эти большие колечки они наверное может даже еще так сказать у себя потом если что я их разрежу для пирога мой в общем тушим в принципе особенность готовки заключается в том что я никогда не пробую то что я готова не потому что это не предубеждение ну просто как тут не пробую поэтому не знаю что получится но я почему-то уверен что будет вкус и так что я сделала я взяла форму смазала ее маслом растительность до смазала растительным маслом и выложила половину теста половину теста я оставила в идеале у вас должны быть такие бортики но так как у меня тесто изначально приготовлено для круассанов она ведь совершенно идиотскую форму и в общем такие бортики у меня получаются не очень хорошо и сейчас сюда мы положим начинку если у меня осталась часть теста вторая часть и сыр вот кстати вина который я еще пью вот вот высыпали немножечко я добавила соуса я не стал кстати резать колечки я решила оставить все так как есть ну распределяем начинку и сверху сейчас мы ее покроем вторым кусочком теста ну вот мой пирог и готов как видите он с такими не совсем закрыты с такими прорезями потому что в общем то тесто тут дурацкое ничего не сказать вот в общем сейчас мы поставим духовку духовку и разогрела до 180 градусов вот и сейчас будем ставить его в духовку чудил все время и так вот наш пирог в духовке поставим его минут на 30-40 добавим вот на 30-40 минут ставим в бой вот то что у нас получилось наш пирог значит я его 30 минут держал ровно 30 минут может 31 вот такой он получился